так привет привет надеюсь меня слышно хорошо значит цель этого видео рассказать как добавлять видео как добавлять пардон изображение текст или менять на сайте так чтобы при этом не нарушить читаем изда чтобы все смотрелось хорошо аккуратно на любых типах устройства и так заходим в консоль управления значит что мы тут видим у нас но во первых нас стоит тема до бруклин в этой темы есть опции можно создать и посмотреть я долго не буду останавливаться тут базовые настройки до настройки шрифтов настройки вот типографии до можно кликнуть посмотреть что это значит вот ну тут можно просто кликать поиграть посмотреть не буду на этом еще раз говорю останавливаться вернемся к тому о чем мы говорили говорили да значит внешний вид вот внешний вид темы вот у нас тем это стоит бруклин да и можно здесь настроить можно так сюда нажать настроить как угодно переходим на сам сайт значит вот наша главная страница фронт пейдж что мы тут можем клик посмотреть название сайта джимми да вот это название сайта она отображается вот здесь да вот она видно сейчас я опустил от на джимми значит вот можно написать сюда же можно загрузить иконку размером не менее 520 на 520 пикселей да она будет всплывать тогда верхней части сайта вот вот здесь вот здесь будет появляться то есть если есть желание пожалуйста но в принципе это нужно сделать в любом случае дальше логотип да вот но как я уже присылал тебе логотип варианты различные логотип основной main там для ретины альтернативный для и так далее ну естественно логотип нужно менять это так вот он здесь стоит так так себе логотипчик но в принципе по-хорошему надо проработать нормальный логотип да так вот так чтобы удобно было его там наносить на стулья там на изделие так далее цвет цветовое оформление сейчас выбран зеленый цвет он в принципе отражается вот здесь даже да на слайдере и везде в оформлении цветовом тут вам можно нажать и любое в том сайт по умолчанию а по умолчанию такой ну мы не будем сохранять пускай стоит такой над зеленый значит меню что что у нас в области меню в меню у нас вот эти все ссылочки да на тот или иной раздел фронт пейджа представлены будут вверху мы можем это посмотреть создать перейдем вот они да все эти рассылки их можно менять как угодно да что угодно с ними делать добавлять убирать вот это магазин это лишнее принципе если ты в дальнейшем развернешься до магазина то из этого одностраничника в принципе можно сделать и магазин до полноценный перейдя просто в другой раздел и заведя woocommerce суда это тоже все можно сделать эта тема позволяет это сделать что хорошо значит primary меню ничего тут у нас нету одно меню поддерживает тема дальше виджеты значит виджеты там расположением виджетов относительно страница да вот виджет first foot а да то есть первый виджет подвале 2 3 4 сюда можно что-то изменять да и добавлять виджет в подвал подвал этого сайта кстати мы сейчас все поменяем так что еще статическая страница можно сделать на главную страницу чтобы была статическая страница то есть она постоянно будет одна страница для всех кто когда-либо сюда будет заходить либо сделать последней записи то есть все что вносится на сайт последним дата появляется в первую очередь на фронт-энд на на главной странице с этим думаю все понятно никаких вопросов нету так так как мы там изменили цвет я оставляю зеленым и закрываю не сохраняя так что дальше значит стандартно wordpress иском в любом вот на в сайте есть у нас значит страница да есть на записи есть рубрики значит это все отдельные отдельные как бы такие места что касается страницы да ну давай страницы начнем вот все страницы значит вопросу почему все долго грузится до грузится все долго потому потому что здесь твой сайт содержит также демо контент который надо удалить последствия можно было удалить его сразу и все с нуля начать но я решил его там видоизменять это дольше но может быть это правильный да но не знаю тут кому как с другой стороны быстрее было бы все все с нуля сделать и можно было там за несколько дней все это сделать но я решил пойти таким путем значит есть страницы есть секции которые находятся на главной странице вот front page главная страница она у тебя есть значит ты можешь ее изменить да изменить как ты можешь ты можешь вот она же да главное сайта я сейчас сайт открыл то есть вот она же главная страница тут также все все можно поменять edit with visual composer visual composer это определенный в общем-то конструктор да также аналог весь печь билдер в общем-то это конструктор страниц да ты можешь либо отсюда сделать либо от тебя зайти вот сюда нажать например изменить да и точно также тут менять да как угодно front front and editor back and поэтому хочешь так меняй хочешь этот меняй как твоей душе угодно менять добавляет в общем-то все что хочешь туда вставлять блоки ну и так далее тут все это можно в общем-то менять значит как еще это можно сделать переходим в меню теперь мы что видим у нас еще есть так записи вот различные записи чтобы посмотреть запись да ты значит видишь у записи есть определенные записи каждая запись содержится в какой присваивается какая-то рубрика да то есть если ты добавляешь новую запись то ты должен ей присвоить какую-то рубрику до формат вот рубрики да у нас рубрике данном случае нет особо рубрик но сайт одностраничный может быть не нужно в дальнейшем если ты будешь развиваться то можно будет присвоить рубрики у нас сейчас вот на что те может быть сейчас интересно это посмотреть портфолио до портфолио это где представлена в данном сайте портфолио по форме поставлено здесь вот внизу вот да то есть мы наводим смотрим вот есть определенная тоже как бы сортировка до каждой фотографии относится какому-то какому-то ну там разделу детские праздники уличные фестивали party до любые там любимые цвета и так далее это находится в разделе вот здесь портфолио категории по категории портфолио эти категории вот они в принципе есть видео галереи город сейчас мы посмотрим pricing cards на природе на природе да вот они это название сверху идет название фотографии и категория в котором они находится вот в этом портфолио потом есть такой вот шоу кейс принципе это как вот это шот кода то есть и оставляешь на любую страницу любое место и у тебя галерея которая которая который ты создал она вот посредством этого шорт кода вставляется да то есть ты можешь сначала создать определенную галерею создать для него шорт код и потом сказать что будет у тебя там в 3 например колонки дайте каким-то цветами подобрать все выбрать там бэкграунд все что хочешь делать и потом этот шорт код ты можешь ставить в любое место страницы уже просто как бы вот такой вот запись сюда и у тебя то что ты создал будет отображаться на том месте потренируешься тут ничего сложного нет потренируешься все поймешь я тут рассказываю немножко больше чем принципе ты просил но как бы смотри есть еще что есть еще контакт форм да эта форма специальная значит плагин который позволяет собирать информацию о пользователь который тебе заходит до формы ты можешь создать новую форму и потом коды этой формы или или саму форму вставить на страницу до имя там телефон адрес email все все что хочешь это несложно сделать значит без проблем все это тоже все делается значит медиафайлы да вот тут содержится собственно говоря все изображения или видео аудио до которые вот можешь посмотреть это разбивается который находится на нашем сайте вот на сайте сейчас много всякого ненужного барахла да вот этого вот вот эти картинки до который там футере вот она есть эта картинка вот ее надо заменить просто вот это вот все можно по большому счету удалить но не спеши это удалять удалил лучше в конце когда более-менее подведешь значит за место вот этих изображений ты можешь сразу вставлять изображение своих поставщиков там или скажем своих клиентов до постоянно то есть чтобы тебе понять как лучше это все выглядело ты кликаешь на изображение смотришь изображение 300 на 150 до все такое же примерно изображение формате jpeg или png ты можешь сюда загрузить и потом 100 и вот у тебя есть адрес это изображение да называется logo 1 все ты можешь формате это потом это поменять осторожненько да чтобы в принципе ничего не нарушить можешь все удалить и заново сделать как как душе угодно явно то вместе не спешил туда удалять после того как ты все сделаешь ты можешь все удалить уже и и потом почистить немножко почистить код оптимизировать его принципе я там ну подскажу еще как это как это лучше сделать значит если ты хочешь загрузить новый файл да тебе у тебя не получится выбрать файл загрузить сюда тебе нужно будет открыть папку до какую-то там открыть папку ну короче неважно открываешь папку открываешь какое-то изображение и сюда его перетаскиваешь до за год через кнопку загрузить тебя не получится это сделать потому что он не даст на месте определенной он сам адаптирует размер под адаптирует изображение под определенный размер видишь написан максимальный размер 32 мегабайта поэтому загрузить тебе вот так вот не получится здесь в этой теме надо будет перетаскивать значит пока тебе вот еще один момент на который хочу обратить внимание вот сюда пока не лезь да вот сюда в редактор на основе внешний вид редактор да то есть если ты особо еще не понимаешь о чем тут речь идет да то есть но в принципе я тебе не советую сюда вообще залезать то есть это в ручной как бы перепись кода вручную да это делать тебе не стоит но я тебе могу сейчас показать на примере там чего-то вот футере да предположим мы заходим футере вот твой вот твой футер да вот он берем и что-то тут например мы хотим поменять вот например да вот нижней надпись мы изменяем ну предположим мэй бай да или мэй будет мэй бай окей сохраняем обновляем теперь тут нажимаем f5 обновить вот это кстати тоже когда логотипы меняешь вот здесь написано мэй бай ну это я уже так просто тут игрался ты потом это можешь все поменять или я тебе все поменяю значит вот я тебе говорил своих клиентов да это можно все поменять тоже а вот эти вот изображение они находятся в медиатеке вот в этой то есть сюда не лезем да вот сюда вот мы не лезем в редактор тебе это не нужно пока потому что если ты напортачишь или или сделай сохрани бэкап сделай вот как ты делал с флюкс раша до сделать бэкап и потом уже залей на какой-то другой сайт и пробы там экспериментируя потом уже сделать так может так делать вот у меня многие кстати там знакомый так вот который только только вот начинают что-то там делать они вот именно таким образом идут значит что еще что еще что еще вот ну ладно потом к ссылке вернемся я тебе установил плагин который называется rustulat где он вот-вот rustulat это плагин который автоматически конвертируется русские названия ссылок в английский но потом об этом как-то поговорим уже встретимся 5 расскажу что еще но значит запомни страницы до страницы есть вот который можно менять добро пожаловать джимми изменить или сразу вот мог бы вот видишь тут велкам ту бруклин мы можем вот это должно быть поменено поменено на добро пожаловать в джиме по сути вот эта страница до как-то в которой о о которой тут нужно говорить о компании три строчки кратко что здесь написано ты берешь туда заходишь и можешь это что-то меняется здесь да что-то меняется самой теме вот здесь да а компания мы первая российская компания которая производит складную мебель премиального качества по доступным ценам да бла-бла-бла что-то в этом роде ты можешь это все все что тебе нужно написать дать все ссылки и так далее после того как ты все на это написал нажимаешь обновить залезаешь на сайт джимми и вуаля у тебя вот даже можешь вот видишь мы первая российская компания которая производит одна мебель при доступнице по доступным цена на накосячил по доступным цена по доступным ценам тут тоже поиграешь тут можно с с размерами шрифта цветов 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 со всеми со всеми пирогами вот в этом вот окошке можно играть и собственно делать как ты хочешь значит это шорткод вот этот вот шорткод который вот который подгружает вот это вот изображение да джимми про vp content uploads 2017 03 final cover . png да где его найти его можешь найти вот в медиа файлах откуда он берется он берется вот отсюда если ты кликнешь вот на это изображение тебе такую крутую создал между прочим картинку да и вот она вот она ссылка которая который подгружает там final cover . png все тут можно тут в идеале конечно поменять надо не каталог оборудования каталог мебели но потом я тебе это как-нибудь поменяю если ты есть тебе это нужно я бы для себя бы это поменял вот так 20 минут я тебе уже вещаю думаю что в принципе основное что что тебе понятно что нужно было я тебе рассказал дальше ты можете посмотреть слайд революшн сюда пока слайдер сюда пока не суйся потому что слайдеры в принципе нормальные да сделано все вроде бы как окей но если что-то нужно надписи какие-то поменять но в конце концов либо там у меня потом спросишь либо посмотришь где-то там как это все делается лишние слайдеры отсюда тоже надо удалить чтобы они все не мешались вот какую-то анимацию здесь можно принципе добавить сделать но тут ничего сложного нету где-то там на каких-то вот на этом слайдере у нас вообще надписи нету тут надпись так себе в принципе можно по поиграть вообще предела совершенства нету это можно там ну до бесконечности долго все делать все за всем прощаюсь хороших выходных чао-чао бай